я приветствую вас мои дорогие подписчики и гости моего канала вы уже готовили молочную шоколадную девочку если еще нет то оставайтесь со мной и мы будем готовить ее вместе с вами состав коржей очень простой 2 яйца какао-порошок сгущенное молоко сливочное масло и мука с разрыхлителем количество продуктов будет написано в описании под видео сначала нам нужно будет смешать все сухие продукты от общего количества муки я забрала 2 столовые ложки просеиваю здесь у меня мука и разрыхлитель сразу вместе хоть у меня мука и просеянная но я просеиваю ее еще раз муку просеяла теперь отправляю сюда какао-порошок и тоже хорошо просеиваю чтобы не было крупных комочков потому что потом в тесте они хорошо не размешаются какао-порошок берите хороший тогда коржи будут темные и красивые все вот так хорошо протерла наше какао в чашке тоже все хорошо перемешиваю все наши сухие продукты и пока это мы уберем в сторону и займемся нашими жидкими продуктами здесь у меня два яйца как я говорила по 50 грамм там плюс минус пусть будет просто хорошо их перемешаю не взбиваю а просто вот так вот хорошо пробью выливаю сюда сгущенку сгущенки у меня ушло 320 грамм банка сгущенки оказалась какая-то нестандартная так теперь сюда идет растопленное сливочное масло оно у нас не должно быть горячим я его заранее растопила берите обязательно сливочное масло жирностью 82 процента но ни в коем случае не маргарин все хорошо перемешиваем и начинаем добавлять сухие продукты сначала добавлю половина перемешаем хорошо и потом уже добавляю вторую часть наших сухих продуктов и опять все все хорошо перемешиваю вот такая у нас получилась масса она должна быть вот такая жидкая те две столовые ложки которые я забрал от общего количества я их так и не использовала я взяла пергаментную бумагу у меня хорошая силиконизированная выливаем где-то две столовые ложки нашего теста и вот так хорошо разравниваю делаю вот такой вот круг если хотите можете на пергаменте сразу нанести на обратной стороне круг какой вам нужно и по нему потом разравнивать но я сделала так я просто беру у меня вот такая вот крышка размером 23 сантиметра и я примерно по ней ориентируюсь коржи пекутся очень быстро поэтому я делаю сразу две-три заготовочки пергамент снимается очень легко коржи пекутся очень быстро буквально шесть минут режим вверх-вниз 200 градусов этой же крышкой потом вырезаю и вот такой ровненький получается у нас корж крошку можно использовать потом сверху если хотите вот такие эластичные красивые коржи у нас получились кондитерским шпателем зачищаю пергаментную бумагу и наношу следующие коржи для крема я взяла творог сметана и сахарная пудра 350 грамм творога отправляю в чашку добавляю к творогу 400 грамм сметаны и и так как у меня творог крупный то его нужно пробить блендером если у вас творог мелкозернистый то не нужно пробивать его блендером просто перемешайте со сметаной я вот так немного пробила и теперь отправляю сюда сахарную пудру у меня здесь 200 грамм сахарной пудры и опять все хорошо перемешиваю взбиваю немного у нас получился вот такой вот жидкий крем крем можно приготовить на жирных сливках не менее 35 процентов с добавлением сыра маскарпоне или другого любого сливочного сыра коржи наши должны полностью остыть и чтобы они не слиплись я их между ними вот так положила полотенца или просто оставить также на пергаментной бумаге у меня получилось 8 коржей по 23 сантиметра на тарелочку я добавляю немного крема чтобы наш торт не катался туда-сюда по тарелочке укладываю первый корж и наношу сюда крем крем где-то 3 столовые ложки полных хорошо разравниваю по всей поверхности и так будем прослаивать все наши 8 коржей крема как раз хватает на все 8 коржей на верхний слой я не буду наносить такой крем поэтому сюда ложу крема побольше равномерно вот так все распределила и теперь идет следующий корж опять крем и все вот последний корж я укладываю выбрала самый красивый и самый ровненький оставшимся кремом выравниваю наши бока тортик залила сверху шоколадной глазурью и выдавила вот такие шоколадные розочки нашему тортику теперь нужно дать постоять хотя бы часика два торт нарезаете горячим ножом тогда он очень легко и очень хорошо нарезается посмотрите какой он мягкий какой он нежный и вот так вот он выглядит в разрезе всем приятного аппетита спасибо что вы были вместе со мной готовьте на здоровье угощайте своих родных близких и также гостей всего вам всем хорошего и а и